Итак, всем приветствую, НДФГ, продолжаем играть за Испанию, в поисках золота. Забыли мы уже очень солидное количество золота, Южную Америку уже неплохо подзоевали. Единственное, стоит нам сюда положить побольше железных дорог, я чувствую, потому что здесь некоторые проблемы с рынками. Но в остальном у нас уже все отлично. У нас экономика хорошенько так растет. Единственное, нам еще стоит универов, я думаю, подстроить. То есть, стоит, наверное, сделать это у себя. Рабство мы сейчас попробуем отменить, а затем нам бы, конечно, школу и здравоохранение поставить на ГОС, но это как получится. И очень хочется мне свободу слова поставить, чтобы распространение технологий ушло быстрее, все-таки нам идет очень много техов. И, кстати говоря, вот здесь вот тоже стоит нам переключиться, наверное, на удобрения, чтобы спрос еще больше на них поднять, потому что с химией у нас периодические проблемы. Вот здесь вот, видите, опять минус удобрения, ничего не поделать с этим на данный момент, потому что никому они не нужны практически в мире. Вот в этой серии, я думаю, мы продолжим Южную Америку захватывать, маринеток своих поаннексируем побольше. Возможно, сделаем маринетками какие-нибудь в Бразилии, там, Венесуэлы, Южная Америка, потом потихоньку будем идти в Северную. В Африке мы, кстати говоря, особо не колонизируем. Это на самом деле можно и поменять, потому что у нас все-таки колониальная империя планируется. Ну, в случае, поехали, у нас еще очень много работы впереди. И мы отменили рабство, наконец-таки. Отлично. Попробовать можно сюда, нет, там нужны другие эти. Теха нужна. У нас профсоюзы без власти вообще не так приятно. Давайте мультикультурализм попробуем. Пахнуть. Нам пригодится в будущем. Как обычно, Британия поддерживает Аргентину. Тут можно сказать, в новостейте черпано золото. Неизвестно, что это. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И смотрите-ка, у нас есть здесь генералы новые. Давайте-ка их делаем. И я бы на самом деле в Иперии бы еще сделал второго генерала, чтобы вот эти стаки подразделить. Нам все-таки нужно с нескольких сторон обычно выступать. Вот как здесь сейчас. Ну и будем сейчас сражаться. Ну вот конфликт начинается, и у нас вот такие себе позиции. Ну вот здесь вроде везде позитивные. Только сюда сейчас прибудет куча британцев, я полагаю. И ситуация станет сложнее. А сейчас стоит флот здесь вот на перехвате конвоев. Давайте-ка сделаем похитрее. И кто у нас здесь на севере? Да едет Хосе. Хосе пойдет высаживаться вот сюда. Выстки вроде как очень еюшек душат. Так, ну смотрите, фронты разделялись. Британцы вот сюда пошли. А мы сюда против нуля войск врага. И здесь тоже высадка против нуля войск. Так, гениальная система боевки, как обычно. Ну и да, теперь я думаю, мы сейчас закрасим аргентину, пока они там куда-то непонятно куда идут. Как обычно, собственно говоря. Ничего нового с этой системой. Ну смотрите-ка, плюс шансы на мультикультурализм уже 60%. Выглядит очень солидно. Можем реально скоро принять. Ну и короче, нашими усилиями мы заставили великий варп телепортировать британскую армию обратно. И теперь она никуда не успевает дойти. А наши же телепортируются куда надо. Вот это, ребята, что надо делать в Виктории. Начинать контролировать, чувствовать, как работает эта телепортация, видите. Просто гениальное, гениальное обращение с неземными технологиями позволяет нашей стране аннексировать Аргентину. И принять мультикультурализм. Это уже просто удача. И это супер. Нам бы еще полное разделение сделать. Католики минус 20. Они, кстати говоря, реально за это бомбанут. Надо поэтому этого избавляться пока что. А подумать, где мы что можем сделать еще. Вот это мы все еще не можем. Можно миграция не контролируется поставить вполне себе. Хотя здесь тоже радикализируется. Давайте-ка сделаем... Голосуют богатые, наверное, теперь. Под землю владельцев. Аристократов в теории должно чуть-чуть... Хотя даже давайте вот сюда. Будем демократизироваться потихоньку. Или... Ну-ка, сейчас посмотрим, что здесь вообще нам нужно. Громота населения. Давайте имущественный ценз попробуем. Я тут обнаружил, что Британия ебанулась. И... Высадилась ко мне. Давайте мне надо срочно сейчас сюда перебрасывать все. Это неожиданная механика. Давайте-ка вы домой просто. И какой-то защитник, допустим, да, вот этот вот. Пускай уже дефается. А вот эти парни сюда, потому что они сюда не дают. Эти будут сейчас из дома помогать. Ну и вот начинаем сейчас камбэкать. Когда у нас войска здесь, конечно, камбэкается хорошо. И я думаю, нормально будет. Ну-ка. Мы сейчас будем какие-то провинции отбивать. Наверное? Верно. Хорошо. И надо надеяться, что наш флот перефатом коной все-таки что-то делает. Вроде да. А, сюда еще наши союзники подокидывали кучу войск. Да, так что сейчас еще они будут здесь пробиваться. А мы знаете, что мы сделаем? Мы как бы... Генеально. Бернандо. Бернандо сейчас поедет. Насаживаться им в Туза. Так называемый тактический маневр. А еще, пожалуй, я бы начал включать наши вот эти вот стейты все. Потому что, ну, почему бы и нет. Это обычно всегда выгодно. Это будет проходить очень долго, поэтому начинать стоит сейчас. Вот начнем вот с золота, пожалуй. Да. Правильно, ты кликал на золото, ну-ка. Да, идеально. Начнем с золота. И здесь тоже, кстати говоря, можно включить. Единственное, золото будет меньше производить, потому что они будут с включенными регионами. Я буду получать налоги. Налоги это хорошо. И плюс туда образование будет проходить. К сожалению, мы высадились успешно. Но это все объединилось в один фронт. Так что-то не так интересно и красиво, как я думал. И да, мы уже не сможем прям полностью оборвать. Ну, надо... Блин, итальянцы в самобестных атаках работают. Я бы с ними уже замерился, если можно. Но нет, нельзя. Ну, я думаю, скоро, скоро они будут готовы замериться. Видите, здесь на такой вот уже мир без ничего. Всего лишь минус 6. Скоро могут. Посмотрите, подловили мы их очень удачно. У них 113 батальонов, но всего 143 тысячи в них. Они, получается, атаковали. Потеряли войска. После этого мы их сразу атаковали. И они не успели нормально зарегениться. Так, кстати говоря, сделали удобрение третье. Опять-таки, неэффективно. К сожалению. Но что поделать? Слушай, как получилось опять-таки. И теперь на вот этой контратаке мы их пробили. И сейчас будем дальше пробивать, потому что они здесь не будут успевать аргениться. Плюс я еще не верил вообще, могут ли они получать снабжение. У них в теории нету пути снабжения. Прокнуло плохое по количеству. Ну окей. В целом, они всего реужит, должно быть... Да, они готовы уже на белый мир. Отлично. И мы можете строить сами боеприпасы. Это очень важно. Наша армия теперь может становиться независимой. От какого-то импорта. Это очень-очень важно. Существу говоря, ребята восставали. Но это восстание очень приятное. По той простой причине. Это сейчас я все аннексирую. Это не в моей территории восстали, а колония. Типа туземты восстали. Плюс новые территории. Плюс, возможно, вполне себе. Возможно, золото. Вот имущественный ценз мы еще приняли. С правительства должно опять немножко перекрутиться. Я бы про союз уже хотел тоже повышать. По силе немножко. Но пока, наверное, вряд ли сильно получится. Давайте, давайте вот это попробуем. В теории, есть шансы не нарваться на революцию. А вот они уже и предлагают нам мириться. На аннексии все отлично. Вопрос. Мы можем какое-то золото еще построить? Нет, все еще нет. А может мы что-то дополнительно подколонить? Да, в лопате, отлично. Нам бы очень хотелось бы колонии на новый уровень вывести. Но для этого нам нужно вкачать себе будет хинин. До него еще тоже далеко. Здесь фрамацевтику, но в 2-3 их еще вкачать. Пока что хочется больше промышленности, больше денег иметь. Ну, может посмотрим. Может немножко отклонимся от нашего курса и вкачаем. Как говоря, мы сделали тут путь к либерализму. Получили ивент свобода, равенства, братства. Хуан. Это кто? Кто ты? Политик. А в союзах? Ты кто? Ты политик вооруженных сил. А ты кто? Интеллигентов. Я думаю, надо военному давать реформы. Пускай будет. Все остальное бесполезно. Так, ну да. И делаем себе миграцию дополнительную. К нам в теории начнут немножко ехать люди. Наверное, я. Мы уже с мультикультурализмом, так что от нас тоже в теории могут больше уезжать. Мы же не контролируем, как теперь миграция. ГСМ открыли. Одну кайф. Ну, я думаю, чем больше у нас будет ручить, а потихоньку он у нас растет, тем больше к нам будут ехать. Поставил я вот здесь вот теперь удобрения. Надеюсь, это хотя бы немного улучшит состояние наших химзаводов. В целом, да. Да, минус 4,3. Все, теперь они, смотрите, окупаются, взросчетку нормально производят. Хотя им... Господи, у нас с углем проблемы появились. Это, видимо, там локальная проблема. Давайте закупаться углем. Не стесняюсь. От федератов можно покупать уголь. Блин, забавно видеть такую Америку, но вот всегда им везет, всегда у них какое-то дерьмо происходит. И я полагаю, что можно еще немножко секторов подстроить, верно? Ну вот, давайте вот так. Потому что деньги у нас есть. Да, сейчас у нас сверхприбыли, вот здесь вот. Но, условно говоря, мы всего лишь 60 тысяч от них отнимаем, так что, в общем, можем застроиться даже, я думаю, вот так, не стесняясь. И не забываем, конечно же, строить железные дороги везде. Еще одно очень важное у нас теперь улучшение, это ирегацию мы ставим везде. У нас теперь куча двигателей нужна будет. Лучше это делать раньше, чем позже. И просто сейчас резко поправить производство двигателей. Плюс, видите, да, у нас сейчас большой минус, но мы застроимся сейчас. И плюс у нас перевозки тоже, давайте посмотрим. У нас они в плюсе, на самом деле. Что мы можем еще больше поставить всего на перевозки. Перевозки очень важны. Они, во-первых, дают минус рабочих. И, ну, в принципе, да. Во-первых, как бы. И в этих же первых, да, плюс деньги для завода. Поэтому это можно немного искать вторых. Потому что чем больше прибыль, тем лучше для нас. А прибыль растет от уменьшения расходов на найм работников, как раз таки. Соответственно, сейчас мы застраиваем здесь железнодроги, в первую очередь, конечно. И начинаем строить жестко моторные заводы. Моторные заводы они называются? Да. И что-то их двигателем всегда считал. Ну, в принципе, наверное, это и то, и то. Доходит для них. И у нас после этого сталь подорожает, я считаю. Что у нас вообще подстали? Минус 270. В общем-то, мы строим 20. Да, давайте потом еще какой-нибудь... 10 сталь, допустим. Только пускай они сначала моторные подстроят. Что моторные сейчас буквально дают уже минус, да? Вот. А сталь пока что моторную минус не дает. Так что сначала вот так, потом сталь, и потом сталь в моторке. Так, и это мы отменяем, иначе у нас революция случится. Революция, мы, конечно же, не хотим в нашей стране. Сделали мы железобетон. У нас теперь чуть-чуть больше стройки происходит одновременно. Прекрасно. И стоит подумать, что мы хотим. Мы вообще хотим печи сделать, чтобы больше стали производить. Вполне себе. Можно увеличить количество, можно еще и параллельное качество увеличить. Все равно на стали еще понадобится очень много для всего. Ну и вот мы уже настроили наш рынок. Двигатели приходят в ноль. Хорошо. И я так подозреваю, сталь тоже. Ну-ка. Сталь минус 400. Ну и мы еще получим новую теху по 8 качества. Будет производиться больше. Отлично. Единственное, я вижу, у нас инструменты в жестком минусе и какие-то товары потребительские. Давайте-ка их подстроим. И зерно в минусе. Это меня ратует, потому что это значит, что мы можем построить топ-спрос для удобрений, которые всегда в минус-спросе. У нас сейчас появился спрос на опиум. Это из-за того, что у нас появились мед новые техи. Очень важная, кстати говоря. Стоит нам куда-нибудь в персию, я думаю, ради, собственно говоря, опиума-то и залезть. Либо в Китай. Не до Китая. В целом, в целом. Я думаю, персия поважнее. Попроще точнее. Потому что не обязательно именно персию захавать. Ну нет, нет. Давайте, давайте вы до Китая. По-красивому. Я думаю, пора нам профсоюзы наши вытащить. Давайте какие-то потребительские налоги уберем. И поддержим профсоюзы. Чтобы начать с законы, которые нам тоже нужны прокачивать. Что именно с ними мы сможем, скорее всего, медстрахование сделать. Возможно, школы. Школы тут, да, в принципе, интеллигент еще поддерживает, но тоже поможет нам. И протекционизм. И если мы сможем вот это вот убрать, мы потом, возможно, сможем и полное разделение сделать. Просто сейчас, видите, если поставим, у нас сразу же католики наши бесятся. Они ведь очень много как раз-таки от этих вот реформ. Так что нужно будет с этим разбираться. И, к сожалению, по-моему, мы не сможем, да, сейчас? Ну-ка. Да, светскую мы не можем поставить, потому что у нас госрелигия. И из-за этого у нас много священнослужителей. И из-за этого у нас, соответственно, много влияния у церковников. Мы, кстати говоря, уже производим 2000. Почти, что золото. Очень солидно. Насколько вообще это выгодно? Посмотрите, мы получаем 60 тысяч от валового продукта. То есть, получается 80 примерно от золота. И это золото. Считаю, что мы все делаем 420 тысяч. Я бы сказал неплохо. Я бы сказал неплохо. Конечно, не прям безумно много. Не Европа, а универсальная щита, где золото может составлять у вас там больше половины дохода, если не весь. Но в целом солидно, солидно. И давайте идем дальше. Здесь уже можно, кстати говоря, просто аннексировать, а не именно марионетками делать здесь одноправщатые миноры. В теории и здесь можно было делать так же. Но вот здесь вот технически не обязательно. Но, тем не менее, Мексика еще тоже в войне. И, кстати говоря... Очень опасный маневр. Но, допустим... Передача порта. А, нет, все, теперь никто не хочет поддерживать нас, таких милитаристов. Но нам не надо, чтобы нас поддержали. Главное, чтобы против нас никто не вступался. Потому что, ну, надоели, реально. Надоели. Россия поддержала. Но Россия мы еще можем пережить. Вот Британию... Не надо. Это не надо, как говорится. Давайте чуть-чуть дотянуть. Сделаем пару высадок. Задушим. Чуть-чуть, чуть-чуть. Британия, не думай об этом. Не думай об этом. Все, Британия не додумалась до этого. Придется только Россия, но он порядка успеет. Вот так, к оружию. Давайте сразу, недолго думая, поедем куда-нибудь сюда, под Мехико, бы высадиться. Вот сюда давайте. У нас такой более солидный. Оба не сильно солидные. Ну, давайте вот этот. И сейчас будем продолжать захватывать. И вот высадились мы неудачно, на самом деле. Плод, конечно, мы перебили. Но вот здесь вот, видите, из-за затрудненной высадки не удалось нам. Давайте попробуем вот сюда. Так, Бернандо у нас регенит. Запускай Хосе. Я подозреваю, что здесь будет другой контин-фронт. Центрально-американский, а не контин-мексиканский. Я не знаю. И здесь будет меньше в гарнизоне войск. Теоретически. Коста-Рик, кстати говоря, мы сразу уже завоевали. Класс. Даже не пришлось ждать. Инкс-игра здесь можем по-дамски потом сделать проход тоже. Канал. Это тоже позитивно. Можно пойти больше народу освободить. Но я бы, знаете, я бы хотел сейчас вот сюда выйти все-таки. Блин, хотя бы фармацевтика распространяется. Ну, нормально. Все равно здесь все будет распространяться еще бесконечно долго. И да, я оказался прав. Здесь намного меньше гарнизон. Так что мы вступаем в более приятную для нас битву. Давайте сразу сюда перебросим нашего Бернандо. А Хосе будет еще высаживаться с другой стороны Мексики. Так, ну как обычно сейчас. Вот, кстати говоря, были бы здесь войсками, а вообще затроллили, окружили и выстку бы выбили. Пока что пускай продолжаем. Здесь видите гарнизон. Все еще у них там, видимо, генералов сюда не направляют они. Здесь какой-то гарнизон на 6. Вот здесь уже пошел новый гарнизон. Вот теперь мы... Смотрите. У нас скоро дойдет этот чел. Вот этого чела мы переставим и попробуем высадиться. Он как раз регенится, пока он устанавливается. Ну, пока он готовится к высадке. И здесь мы вполне себе неплохо пробиваемся. Через месяц высадимся дополнительно здесь и откроем второй фронт как бы. Можно даже было бы еще из Южной Африки высадиться. У нас там вроде была армия, да? Или нет? Или мне казалось? Нет, мне казалось. Ладно. У нас в Вандах есть армия. В Вандах флот у нас есть? В Вандах флота у нас нету. Один корабль. Один корабль это уже больше чем ноль. Так что... Есть флот. Саживаемся в Калифорнию. У нас, кстати говоря, бесконечный минус растет. Хотя мы пробиваемся. Это вот как раз таки из этих дебильных аннексий и марионеток. Потому что требует захвата всей территории. Если вы там буквально в какой-то короткий срок не захватили, то все, держите минус. Варскор капающий. Кайф. Минус 10 пока что. Хотя я очень успешно пробиваюсь. И война не так долго идет. Но мы очень успешные. Но... Но это же абсурд. Это же абсурд просто. А я нашел, что произошло. У меня Россия просто за несколько месяцев захватила всю Испанию. Это еще больше абсурд, чем тот, что я думал. Россия просто высадилась. И пока у меня войска шли... Сейчас, пока я пробовал обратно их отправить. И не просто за несколько месяцев захватили всю Испанию. Шикарная игра. И я думаю, я признаю поражение. Как минимум, потому что я не могу вернуться обратно, да. Но... Это просто абсурд. С какой скоростью и незаметностью в тебя высаживаются. И захватывают сразу все. Просто вообще все. Буквально за несколько месяцев вся Испания была захвачена одной высткой на севере. Конечно, просто что-то с чем-то это. Ну, что поделать? Мы, получается, в этой войне не победили. Такое вполне бывает. Но вот эта вот выстка, это смешная получилась. Единственное, чего жалко, это дурной славы. Я ничего не потерял, у них не было требований. Но вот так вот мы тоже можем проигрывать. Так что Мексику нам на сколько взять не получилось. В следующий раз я буду намного более аккуратен и настороже, чтобы в мою Испанию никто не высаживался. Потому что... Это было очень неожиданно. На самом деле я тут даже отдаю честь Ишке, хотя это просто дебильный скрипт. Думаю, на этом можно серию подзакончить. Наше первое поражение. И в следующей серии мы обязательно вернем свое. Мы, во-первых, захватим Южную Америку, Центральную Америку. Думаю, нам нужно будет какое-то бесчестье скинуть. И мы замариняемся все-таки в Мексику. Все-таки в следующий раз мы подготовимся получше. У нас будет флота побольше, да? У нас пока только один этот флот. Мы будем флотом нашим охранять все наши берега. Единственное, что мне не нравится, это то, чтобы охранять все берега. А, окей, в Испании это один берег. Вот, допустим, здесь это, видите, это куча берегов. И очень-очень смешно это все разделено. Окей, здесь это один берег, так что одним флотом будем охранять, другим наступать. Это решено. Вот, а с вами ребят Булдогей. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.